Всем привет! Сегодня я покажу вам рецепт очень вкусного печенья. В этом рецепте в муку добавляется крахмал. И за счет этого печенье получается воздушное, легкое и очень нежное. Начинка у печенья из вареной сгущенки, а сбоку на печенье орешки. У меня арахис, но можно добавить любые. Сначала я измельчаю поджаренный арахис. Я это делаю ножом. Мне нравится, когда кусочки не очень мелкие. В сливочное масло комнатной температуры я добавляю соль, ванильный сахар и просто сахар. Сначала я все продукты перемешиваю лопаткой, чтобы сахар не разлетался. А потом блендером. Блендером я перемешиваю до тех пор, пока масса не станет однородной. Теперь я добавляю одно яйцо и желток. Взбиваю ее несколько минут. Масса заметно светлеет и становится блестящей и гладкой. Вместо сахара можно добавить сахарную пудру. Тогда взбивать можно будет намного быстрее. Муку я просеяла, добавила в нее крахмал и разрыхлитель. Начинаю добавлять ее частями. Снова все перемешиваю лопаткой, пока масса не становится густой. Я добавляю оставшуюся муку и замешиваю тесто руками. Тесто в этом рецепте достаточно мягкое. Я его вымешиваю недолго. Как только оно начинает объединяться и собираться в одно целое, формирую из него комок. За счет крахмала тесто получается светлое. Посмотрите, какое оно внутри. Структура очень легкая. Оно не забито мукой. Я его немного раскатываю, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник, чтобы оно хорошо охладилось. Охлажденное тесто я помещаю на лист пергаментной бумаги, а сверху накрываю вторым листом. Так как тесто очень мягкое и нежное, его удобнее раскатывать через пергамент. Толщина слоя у меня примерно 5-6 мм. Раскатываю через пергамент, удобно тем, что тесто можно не посыпать мукой. Теперь формочкой я начинаю вырезать круги. Диаметр моей формы 5 см. Удобнее выкладываю заготовки кулинарной лопаткой или вилкой, чтобы они не потеряли форму. Можно и руками, просто аккуратно. Все заготовки я выложила на противень и убираю его в заранее разогретую духовку до 180 градусов. Печенье готово. Вверх печенья остается светлым, а обратная сторона немного зарумянивается. Очень важно печенье не пересушить. Теперь каждой заготовки я выбираю пару, примерно подходящую по размеру. В кондитерский мешок я добавляю вареное сгущенное молоко и отрезаю в него кончик. Можно то же самое сделать с обычным плотным пакетом. Теперь я наношу сгущенку на одну половинку печенья и сверху накрываю второй. Пережимать печенье надо аккуратно, так как оно имеет очень хрупкую внешнюю структуру. Печенье готово и можно оставить его в таком виде. Но будет еще вкуснее, если сбоку его покрыть сгущенкой и обвалять в орехах. Я готовила это печенье с грецкими орехами и кокосовой стружкой. Сегодня я решила попробовать арахис. Теперь осталось печенье посыпать сахарной пудрой. Оно нереально красиво выглядит. Такое печенье можно испечь в подарок. Готовится он достаточно просто, из самых простых продуктов. Главное иметь под рукой банку сгущенки. Всем понравился рецепт, попалуйте себя. Приготовьте это вкусное нарядное печенье. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрите мое видео. Всем самого доброго. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok